Всем привет с канала Камрад Майор, это следующее видео в модельном плейлисте. Все что связано с моделированием именно стендовых сборных моделей. На этот раз у нас компания Звезда, то от чего у меня подавляющее большинство моделей. Российский вертолет-невидимка, черный призрак, Black Ghost. Это модель вертолета, которого еще в жизни нет, в действительности, в реальности, как хотите. Это следующее поколение моделей вертолета К. Взял по скидке, за счет того, что немножко поврежденная коробка, но на компоновке это не повлияло никак. То есть 1 к 72, артикул 72-32, если кто будет заказывать. Длина будет 20 сантиметров, 123 детали. Декалей всего 6, это бортовой номер, звезды и флаг. Также тут вот есть, что можно приобрести еще. Вот этот вертолет, кстати, планирую себе в коллекцию обязательно. Такой вот интересный многоцелевой пузатик. Значит, открываем. Интересно то, что показано с пилотами, но пилотов внутри нет. Я все модели перед тем, как записывать видео, буду открывать, просматривать. Мало ли там вообще что-то не то, зачем тогда записывать. Я открыл пресс-формы из пакета, ничего не обрабатывал, не срывал. И если вы помните, в прошлом видеоролике по обзору крейсера Tiger, там было большое количество обоя. И что это могло очень сильно огорчить нас. А здесь изготовлено в апреле 2017 года, то есть 4 года назад. Но, тем не менее, заметьте, детали все более чем доработанные. То есть минимальное количество будет с ними произведено работы, что не может не радовать. То есть вот этот целый у нас блок авиационного вооружения. Ракеты, управляемые ракеты, неуправляемые бомбы. Значит, здесь у нас хвостовики, все управленческие схемы, шасси. И здесь у нас, так скажем, вертолет, его корпус и винт. Даже давайте сейчас аккуратно снимем с литника основную часть. Просто посмотрим, как он там без всяческих обработок между собой стыкуется. Здесь вот два винта и все. По сути на этом литнике больше ничего нет. Значит, для лучшей посадки сделаны посадочные места, штифтики. Это лучше, чем сажать просто на плоскости друг к другу. Ну, я вот вижу, что сходится уже прекрасно, учитывая, что здесь нужно будет немножко подубрать. Большое количество всех отсеков, на крыльях есть пазы для вооружения. Опять-таки, не на голые крылья все сажается. Кабина, прям такая, скажем, которую можно будет прекрасно сделать. И там потом будет также идти оперение. Так что примерно вот, только еще появится винт. Здесь вот два хвоста, шасси и вооружения. Все сделано в черном виде, так как это все-таки будет ГОСТ. ГОСТ, прошу прощения за мой английский. Значит, вот они, 6 декалей. Наносить, думаю, дополнительные никакие не буду. Может, только другой серийный номер. У меня где-то оставались еще, кстати, номера. И вот фонарь кабины. И, значит, что мы имеем в инструкции. Также звезда с артикулом, описанием, что это и как, что это за вертолет, что это за техника. Сейчас поймаем фокус. Вот. Значит, так. Первая сборка все начинается с построения, значит, посадочных мест у пилотов. То есть, вот это видно, что это штурвалы, кресла, пульт. Декалей, кстати, внутрянки нет. Я думаю, за счет того, что все-таки модель 1х72 выполнена в черном цвете, внутрь особо не посмотришь, но я думаю, панель было бы неплохо туда поставить. Значит, вот. Вооружение, пушка сборка 3 приклеивается к детали 11, клеится только к детали 13. То есть, чтобы было вращение орудия, это не приклеивается, а только сажается на вот эту шайбу. Так скажем, и вот вставляется блок внутрь и закрывается вот этим вот дном вертолета. Значит, потом идет вот сама пушка, сборка ее. Две такие полусферы, сами стволы. Уже, кстати, показано, что сажаются уже на вот этом этапе окна. Кстати, можно сделать и открытые, и закрытые. Посмотрим, какие я сделаю, может быть, даже открытые. Так. Значит, это все закрывается. Если мы делаем модель в варианте 2, то есть, вот он, это когда все закрыто. Но я буду делать вариант 1. То есть, это с крыльями, с вооружением. Стандартная схема сборки винта. Это крепление всех мелочей для шасси, экранов, куда убираются вооружения. Так, что у нас еще тут имеется, значит... Значит, ракеты еще будут вот здесь установлены. Помимо того, что будет на крыльях, установлено еще вот такое вооружение. Значит, установка винта к валу. Деталь 61. Надеть на вал, приклеить. После этого вклеить в корпус. Пока непонятно, но возможно, что будет вращаемый винт. Ну, если что, я его просто посажу. И все. Так, значит, вот нанесение декалей, где они будут фиксироваться. И все. То есть, я думаю, более чем понятная простая схема. Модель выходного дня, я считаю, за счет того же просто черный цвет. Вот, черный цвет, там, здесь делать еще шаровый. Так, ракета, кстати, почему-то зеленого оттенка. Посмотрим, какие будем делать. Белый использовать не буду. Все будет в таких черно-серо-металлических тонах. Поэтому, так же могу записывать попутную сборку, где можно будет потом в конце лицезреть полностью готовую модель. И я поэтому благодарю вас за просмотр видеоролика. Возвращайтесь где-то, я думаю, дней через пять. Я думаю, модель уже будет собрана. Тем более, сейчас отпуск. Можно как раз-таки некую часть свободного времени посвятить как раз-таки вот своему хобби. Это моделирование. И поэтому убираю коробку, чтобы закончить видеоролик. Благодарю вас за просмотр. Модель однозначно рекомендую. Это шестой вертолет в моей коллекции. Кстати, можете посмотреть собранные мною модели за год. Это 42 штуки. И уже получается, вот я недавно собрал линкор Тирпиц. И вот еще две модели. То есть пошел второй год уже с трех моделей. И получается, что сейчас еще через год будет получается в общей сумме сотка. 100 моделей, думаю, отметим. Так что до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok